Макрель Юра Паратина — не германский император, не знаменитый бас, не модный писатель, не исполнительница цыганских романсов. Но когда я думаю о том, каким весом и уважением окружено его имя на всем побережье Черного моря, я с удовольствием и с гордостью вспоминаю его дружбу ко мне. Юра Паратина вот каков. Это невысокий, крепкий, просоленный и просмоленый грек лет сорока. У него бычачья шея, темный цвет лица, курчавые черные волосы, усы, бритый подбородок квадратной формы, с животным угибом посредине подбородок, говорящий о страшной воле и большой жестокости, тонкие, твердые, энергично опускающиеся углами вниз губы. Нет ни одного человека среди рыбаков, ловче, хитрее, сильнее и смелее Юры Паратина. Никто еще не мог перепить Юру, и никто не видал его пьяным. Никто не сравнится с Юрой удачливостью, даже сам знаменитый Федор из Алииза. Ни в ком так сильно не развито, как в нем, то специальное морское рыбачье равнодушие к несправедливым ударам судьбы, которое так высоко ценится этими солеными людьми. Когда Юре говорят о том, что буря порвала его с Настей, или что его барка с наполненной доверха дорогой рыбой захлестнула волной, и он пошел ко дну, Юра только заметит вскользь. Оттуда его, к чертовой матери. И тотчас же точно забудет об этом. Про Юру рыбаки говорят так. Еще Макрель только думает из Керчи идти сюда, а уже Юра знает, где поставить завод. Завод это сделанное из сети западня, в 10 сажен длиною и сажене 5 в ширину. Подробности мало кому интересны. Достаточно только сказать, что рыба, идущая ночью большой массой вдоль берега, попадает, благодаря наклону сети в эту западню, и выбраться оттуда уже не может без помощи рыбаков, которые поднимают завод из воды и выпраствуют рыбу в свои баркасы. Важно только вовремя заметить тот момент, когда вода на поверхности завода начнет кипеть, как каша в котле. Если упустить этот момент, рыба прорвет сеть и уйдет. И вот когда таинственное предчувствие уведомило Юру о рыбьих намерениях, вся балаклава переживает несколько тревожных, томительно напряженных дней. Дежурные мальчики день и ночь следят с высоты гор за заводами, баркасы держатся на готове, из Севастополя приехали скупщики рыбы, местный завод консервов приготовляет сараи для огромных партий. Однажды ранним утром повсюду, по домам, по кофейным, по улицам разносятся, как молния, слух. Рыба пошла, рыба идет. Макрель зашла в заводы к Ивану Егорычу, к Котик, Христо, к Спиро и к Капитанаке. И уж, конечно, к Юре Паратина. Все артели уходят на своих баркасах в море. Остальные жители поголовно на берегу. Старики, женщины, дети и оба толстых трактирщика, и седой кофейщик Иван Адамыч, и аптекарь, занятой человек, прибежавший в попыхах на минутку, и добродушный фельдшер Евсей Маркч, и оба местных доктора. Особенно важно то обстоятельство, что первый баркас, пришедший в залив, продает свою рыбу по самой дорогой цене. Таким образом, для дожидающих на берегу соединяется вместе и интерес, и спорт, и самолюбие, и расчет. Наконец, в том месте, где горло бухты сужается за горами, показывается, круто огибая берег, первая лодка. Это Юра. Нет, Коля. Конечно, это Генали. У рыбаков есть свой особенный шик. Когда улов особенно богат, надо не войти в залив, а прямо влететь на веслах. И трое гребцов, мерно и часто, все как один, напрягая спину и мышцы рук, нагнув сильно шеи, почти запрокидываясь назад, заставляют лодку быстрыми короткими толчками мчаться по тихой глади залива. Атаман лицом к ним гребет стоя, он руководит направлением Баркаса. Конечно, это Юра Паратино. До самых бортов лодка наполнена белой серебряной рыбой, так что ноги гребцов лежат на ней вытянутыми прямо и попирают ее. Небрежно на ходу, в то время, когда гребцы почти еще не замедляют разгона лодки, Юра соскакивает на деревянную пристань. Тотчас начинается торг со скупщиками. «Тридцать!» — говорит Юра и хлопает с размаху о ладонь длинной костлявой руки высокого грека. «Это значит, что он хочет отдать рыбу по тридцать рублей за тысячу!» «Пятнадцать!» — кричит грек и, в свою очередь, высвободив руку из-под низу, хлопает Юру по ладони. «Двадцать восемь! Восемнадцать! Хлоп! Хлоп! Двадцать шесть! Двадцать! Двадцать пять!» — говорит хрипло Юра. «И у меня там еще идет один баркас». А в это время из-за горла бухты показывается еще один баркас, другой, третий, еще два сразу. Они стараются перегнать друг друга, потому что цены на рыбу все падают и падают. Через полчаса за тысячу уже платят пятнадцать рублей, через час — десять, и, наконец, пять и даже три рубля. К вечеру вся балаклава нестерпимо воняет рыбой. В каждом доме жарится или маринуется скумбрия. Широкие устья печей в булочных заставлены глиняной черепицей, на которой рыба жарится в собственном соку. Это называется макрель на шкаре — самое изысканное кушанье местных гастрономов. И все кофейные трактиры наполнены дымом и запахом жареной рыбы. А Юра Паратино, самый широкий человек во всей Балаклаве, заходит в кофейную, где сгрудились в табачном дыму и рыбьем чаду все балаклавские рыбаки, и, покрывая общий гам, кричит повелительно кофейщику «Всем по чашке кофе!» Момент всеобщего молчания, изумления и восторга. «С сахаром или без сахару?» — спрашивает почтительно хозяин кофейни, огромный черновазый Иван Юрьевич. Юра в продолжении одной секунды колеблется. Чашка кофе стоит три копейки, а с сахаром — пять. Но он чужд мелочность. Сегодня последний пайщик на его баркасе заработал не меньше десяти рублей, и он бросает пренебрежительно. С сахаром. И музыку. Появляется музыка кларнет и бубен. Они бубнят и дудят до самой поздней ночи однообразные унылые татарские песни. На столах появляется молодое вино. Розовое вино, пахнущее свежераздавленным виноградом. От него страшно скоро пьянешь, и на другой день болит голова. А на пристани в это время до поздней ночи разгружаются последние баркасы. Присев на корточке в лодке, двое или трое греков быстро, с привычной ловкостью, хватают правой рукой две, а левой — три рыбы, и швыряют их в корзину, ведя точный, скорый, ни на секунду не прекращающийся счет. И на другой день еще приходят баркасы с моря. Кажется, вся балаклава переполнилась рыбой. Ленивые, объевшиеся рыбой коты с распухнувшими животами валяются поперек тротуаров, и когда их толкнешь ногой, то они неходя приоткрывают один глаз и опять засыпают. И домашние гуси, тоже сонные, качаются посредине залива, а из клювов у них торчат хвосты недоеденные рыбы. В воздухе еще много дней стоит крепкий запах свежей рыбы и чадный запах жареной рыбы. И легкой клейкой рыбьей чешуей осыпаны деревянные пристани и камни мостовой, и руки и платья счастливых хозяек, и синие воды залива, лениво колышущегося под осенним солнцем.